На снимке некоторые интересные примеры пересечений извилистых и прямых хребтов. У хребта слева внизу, выделенного оранжевым, умеренное количество изгибов и четко определяемый повышающийся рельеф, а у хребта справа вверху выделен синим. Их целое множество. У обоих хребтов видны древние речные отложения. В южной части снимка, похоже, находится еще береговой урез с оползнями, зеленым, у которых повышающийся рельеф не так заметен. Несмотря на это, очень вероятно, что здесь мы имеем русло древней, хорошо развитой извилистой реки. Хребет справа вверху показывает извилистую геометрию, возможно, это тоже останки речного ложа. Цементация породы подземными водами помогла речным отложениям увеличить сопротивляемость эрозии в сравнении с окружающей местностью. Погодные условия постепенно выветрили отложения на заливаемой плоскости, оставив положительный рельеф дна реки. Красным отмечены возможные уступы или разломы, которые могли образоваться во время или после образования речных отложений. В начале хребта справа, кажется, есть еще один менее развитый разлом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова